Встреча с Евгением Михайловым Встреча с Евгением Михайловым Встреча с Евгением Михайловым Встреча с Евгением Михайловым А цена, соответственно, солярки в Европе выросла Сразу на 5% и превысила 1000 долларов за тонну Это получается примерно 100 рублей за литр Если очень сильно округлить А у нас, соответственно, солярка Получается больше 60 рублей Такой разрыв с Европой Ну, в общем, не такой уж большой, с моей точки зрения, с учетом того, что и зарплата в Европе, в общем, средняя в несколько раз больше, чем в России. Что пишут аналитики по поводу этого решения? Мы обсуждали, но сейчас еще раз немножко скажем, прокомментируем. Запрет на экспорт может припугнуть нефтяников, но не решит долгосрочных проблем рынка. Дефицит опровозной способности РЖД, увеличивающий стройки доставки топлива для коммерческих потребителей, а также низкий выровень конкуренции на бирже, связанный с наличием сравнительно низких нормативов продаж, позволяющих производителям топлива диктовать цены. То есть, мы говорим опять о том, что в основе всех этих проблем лежит монополизация рынка, монополия. И даже как прокомментируем то, что произошло, решение принято. Неизвестно на сколько. Ну, вообще довольно так стрёмное, на самом деле, решение. Значит, вместо того, чтобы больше производить на месте, продавать и на внешний рынок, и как бы на внутренний, они, значит, решили на внешний вообще не продавать. Значит, ну, как бы гениальное, очередное гениальное решение. Тришкинкафтан называется. То есть, мы здесь выиграем, там проиграем. Значит, на солярку цены выросли, но выиграют от этого зарубежные производители. Ну, отлично, ничего. Я выйду на внешнем рынке. Нет, только один вопрос только у меня беспокоит. Вот что там на Украине? Вот как у них там с топливом. Вот интересно все-таки. Какая цена там? Где они уберутся? Есть ли дефицит? Нет, где берут, понятно. У нас берут. Значит, ну, там с помощью ряда манипуляций, естественно. Но вот вопрос, какая там цена? Я почему спрашиваю? Потому что мне вот все время было смешно, там, в рассуждении, там, энергетический рынок. И когда там обсуждали электроэнергию, я помню, десятками лет, они там обсуждали. Такая должна быть реформа электроэнергетическая, всякая реформа. В то время, когда, скажем, цена на электроэнергию на Украине и Белоруссии всегда была, ну, иногда в разы меньше, чем у нас. Ну, и в любом случае она была ниже. Ну, по крайней мере, насколько я помню, там всякое было, но длительные периоды она была значительно ниже. Я уж не говорю про собственную область, когда в Белоруссии, там, не знаю, разов 3 наном было дешевле электроэнергии, ну, в отдельном периоде. Значит, возникает вопрос, а каким образом вообще это возможно? Как так получается? Может кто-нибудь объяснит? Почему страна, которая добывает сырью-сырью, там, да, начиная, там, от нефти, газа, заканчивая ураном? То есть мы же делаем эти сборки топливным. Почему у нас получается электроэнергия, ну, получая власть раньше, сейчас, не знаю, после начала спецоперации, ну, скажем, вот в нулевых, в десятых годах так было. Значительно дешевле на Украине и Белоруссии, чем у нас. Как так получат? И кто, в общем-то, такие схемы выстраивает? А что касается топлива, ну, как-то не слышно, что на Украине какой-то огромный дефицит топлива. Ну, вот формальная цена на АЗС дистоплива на Украине в пересчете на рубли 143 рубля примерно. То есть а у нас сколько? А у нас, ну, вот 72, я тут видел на коммерческой заправке, 50-60 с чем-то, да. Два раза больше. Дефицита, наверное, нет все-таки. Ну, вроде нет, по крайней мере, не пишут. Да, ну, вот хороший вопрос, как так получается, что мы там их бомбим, мы там, значит, их там чего-то там еще мучаем как-то там. Разница всего лишь в два раза. По идее, у них вообще не должно быть солярки. У них там есть какая-то добыча, ну, так сказать, сколько они из нее могут солярки произвести, ну, мало. Ну, один завод у них остался в Хринчуге, да, что ли? Который, почему-то они разбомбили в Сиборде. Ну, там что-то там изобразили какое-то движение половником. Да. По-моему, что-то там, опять какой-то сарай там разбомбили где-то. Ну, значит, может быть, даже они попросили на заводе, что, типа, вы там подожгите что-нибудь, а мы скажем, что это мы разбомбили. Я не удивлюсь, что если там они так вопросы решили. Поэтому, ну, как-то странно, что у них вообще есть солярка. Согласитесь. Да, более чем. Цена, ну, не сказать, что как-то там она заоблачная. Ну, в два раза. Ну, что, в Европе тоже там недалеко. Сколько в Европе стоит солярка? Я посмотрю сейчас. Посмотрю. Смотря в какой Европе, где в какой стране посмотреть. Ну, Польша, например. А цена солярки в Польше 1,3 евро. Ну, тоже где-то 140, да? Даже больше, наверное. 140. Ну, примерно как на Украине. Да, да, да. Ну, как так может быть? Мы воюем с Украиной. Ну, там, идем в боевые действия. У них там дефицита солярки нет. Цена 140. С Польшей мы не воюем. Там тоже самое. Дефицит цена, это цена 140. Нормально? Мне кажется, это через полтора, после полутора лет боевых действий, это ненормально. Значит, кто-то где-то чего-то не так делает. В этой ситуации мы запрещаем экспорт нефтепродуктов. Ну, прекрасно. Дуру. Значит, мы не будем получать прибыль от этого экспорта. Ну, очень хорошо. Зато будем продавать сырую нефту. И прибыль, то есть, те, кто производит нефтепродукты на Западе, значит, перерабатывают эту нефту. Значит, эту прибыль, которая цена, кстати, выросла на Советском Союзе, как вы говорите, значит, они эту прибыль плюс сверхприбыль небольшую, которую мы им помогли, значит, обеспечить таким решением, они получат себя в карман. Ну, отлично. Ну, я бы, конечно, здесь не такими, как бы, как сказать, понимаете, это метание по полю называется, то они делают такую ситуацию, что у нас солярки нету, и она дорогая. Вот надо разобраться, как так получилось. Почему-то. То они, значит, из одной крайности вдруг вообще запрет на экспорт. У нас что, нефти не хватает солярки произвести? Ну, что дай им? Там вот, смотрите, смотрите, что они еще говорят, объясняют как. Значит, в ходе производства солярки образуется большое количество отходов в виде мазута, и вот этот мазут якобы некуда девать, им забиты все склады. Правда, он тоже почему-то дорожает, но не сильно. И поэтому они, значит, не могут произвести больше солярки. Какие-то полезные, как бы, не произвести. Это же тоже ценно, сырье-то. Ну, конечно, я не понимаю. Значит, потом тогда возникает вопрос, зачем мы тогда газификацию ведем, если у нас мазут девать не будет? Значит, зачем мы строим там всякие какие-то там атомные станции, если мы завалены мазутом? Ну, то есть, надо смотреть, как так получается. Мазут тоже можно продать. Конечно. Может, переработать. Конечно. Или, может, что-то еще придумать можно. Я только колду не пойму. На Западе же как-то умудряются все это делать. Вот на Украине, пожалуйста, что-то далеко ханять. У них мазут. Все. Как бы, солярка же есть. Тепловозы, насколько я знаю, на мазуте ездят. Кто? Тепловозы на железной дороге ездят. На мазуте. На мазуте, да, там, мутообразные. Там есть такой слотский мазут, он вообще почти как солярка. Не, ну, мазут – это вообще тяжелая фракция такая. Ее в основном для отопления применяют. Для отопления, да. Надо смотреть, это должен быть баланс энергетический, продуманный. А не так, что там давайте то, давайте все. Вот они там, я помню, в начале этих… Ну, в начале 90-х они сделали два гениальных решения, как разорить страну. Первое решение – это вот они решили, что цены на нефть, уголь, на все остальное будут рыночные, а на газ цена будет управляемая. И она примерно лет 20, ну, если не больше, лет 20, значит, цена была где-то раз за на газ, раз за два ниже, чем на остальные виды топлива. А к чему это привело? К такой масштабной газификации. Потому что люди все бросают, ну, например, ем. Вот я когда пришел, значит, там он еще до меня еще умудрились перевести, ну, у них была идея, что кочегары, они пьяницы, все пьянствуют, и уголь с углем – проблема, постоянно кочегары пьяные. Значит, тогда же народ пил, это тоже сейчас. Значит, и из-за этого сбои, подача тепла там, да, населения. Население жалуется. Ну, вот наше там предыдущее до меня начальство решило, что давайте, как бы, от уголя перейдем на чуть более такой надежный, более автоматизированный. В этом автоматизированный было два варианта – или газификация, или, значит, на соляр. Ну, газификацию они не потянули, потому что она была труба прокладывалась, хотя надо было, конечно, заниматься. Это они ошибку сделали. Ну, я их понимаю, чтобы они, как бы, попроще решили, как бы быстрее все делать. А быстрее перевели, примерно, ну, в окончании они стали потреблять 10 тысяч тонн солярки, значит, в сезон. Да, ну, уж год. Ну, это довольно много. И как только они закончили эту работу, тут же солярка взлетела в цене, там, да, да. Потому что цена, у нас дефолт прошел, а цена на, значит, на мировой брык стала резко расти. Цена на газ, конечно, в этой ситуации была очень предпочтительной. Когда я пришел, ну, я так из общих соображений, мне говорят, надо вот газифицировать, там у нас была программа, мы пробили с помощью фракции, кстати, ЛГПР, значит, пробили программу. Она вроде была, но на 97-й год не было финансирования. Еще до выборов моих его, как бы так, не заложили, то есть в бюджете его не было. Пришлось через фракцию пробивать. И давали довольно много денег для 97-го года. Что делать? Ну, вот народ предложил, вот есть там два района, там буквально, не знаю, по 10 километров магистрального с пароводом, мы можем протащить газ там за котельную. Потом переводить котельную на газ. Бежанец и Локна, как сейчас помню. Ну, я говорю, да, ну, давайте, давайте делать, что делал хорошее. И к чему я все это рассказываю? К тому, что несбалансировано. То есть первое решение. Значит, газ оказался значительно дешевле, директивным путем, не коммерческим, директивным путем, чем остальные виды топлива. Соответственно, это привело к масштабнейшей газификации, потому что все, кому не лень, стали газифицировать, потому что это сразу окупалось практически мгновенно. Ну, сейчас уже другая ситуация, сейчас, наоборот, это невыгодное дело газификации, потому что все, что было выгодно, давно уже газифицировали, еще лет 10-15 назад. Ну, тем не менее, отапливаться газом существенно дешевле. Это специальная. Она делается для того, что люди любят газификацию. Вот они любят. Не-не, ну, отапливаться газом все-таки существенно дешевле, чем солярка. Вот у меня здесь солярка. Да, но и вы отапливаете, не включив вашу цену, не включена стоимость газопровода, которую надо построить, чтобы вам направить. Здесь 400 метров. В общем, недалеко. Ну, 400 метров, а надо смотреть. Не хотят, не хотят везти, да. Нет, там это отдельная тема. Значит, везти к домовладению или везти там... Нет, поселок, поселок. Посмотрите, вот Владивосток провели газопроводу, туда-то был, из Сахалина. Там, по-моему, что-то потратили безумные деньги какие-то. 30 миллиардов рублей, что ли. Значит, не больше. Ну, и получилось, что у них и так свой уголь был. И, в принципе, не выгонято. То есть, потребителя нет. Нет смысла переводить. Но это отдельная тема. Я глобально говорю, что не говорю, там, в каждом конкретном случае. Значит, вторая тема – это разделили энергосистему на области, регионы. И в каждом регионе свой отдельный тариф. Для Псковской области это означало резкое повышение тарифов, а у нас были электрокатильники. То есть, нам пришлось. Прогрессивные электрокатильные закрывать и переводить на уголь или на щипу, или на, не знаю, на что угодно. На мазут. Для чего эти решения сделаны? Попробуйте выяснить. Электричеством очень дорого топить, электричеством, кстати. Электричеством очень дорого топить тоже. Ну, было дорого, да. Да, но поймите, когда у вас электричество в два раза дороже, чем у соседа, то как вы будете конкурировать с ним? Никак. Ну, вот именно. И когда у нас, я же вам начал с этого, что в Беларуси электроэнергия, ну, украине, кстати, электроэнергия всегда была чуть ли не в разы дешевле, чем у нас. Да. Ну, как так могло быть? Ну, кто такой гениальный, как бы, у нас управленец? Почему это вообще не обсуждается? Страна, кстати, у нас энергетически избыточна в целом. Это говорит о том, что у нас не только начальство там дурит, как бы, да? Ну, в отдельный период, скажем так. Потому что понятно, что там с течением времени эти вопросы потихоньку решаются. Ну, деваться некуда, жизнь заставляет. Ну, у нас и экспертное сообщество такое, там, дохлое, скажем так. Потому что, ну, вы, конечно, видели дискуссию по вопросу, почему на Украине электроэнергия там 20 лет было дешевле, чем в России? Ну, там специально подобранное, это экспертное сообщество, чтобы оно не ставило неудобных вопросов. Ну, вот о чем мы речем, что нам дохлое, или полодохлое. Поэтому и проблема отсюда, что люди, как бы, с закрытыми глазами командуют, и там живут, и сами не понимают, что происходит. Ну, я просто бы дать такие вопросы сложные, их так за пять минут не объясняешь, и там можно в детали там войти, нюансы. Ну, не будем это делать, просто скажем, что это называется метание по пулю. Такие решения резкие, да? А там же договора какие-то были о поставках, какие-то там налаженные связи коммерческие, да? Ну, так, сразу забраться. И вдруг, бам, топором хлоп, нельзя поставить. Хорошо, а как вы пришли к такой ситуации? Объясните, пожалуйста. Чем вы думали, да, полгода назад. Выяснили, почему так получилось? Нет. Или выяснили, но ничего не могут сделать. Это связано, кстати, с налоговым маневром. Когда экспортную пошлину отменили, а вместо этого, значит, НДП, ну, налог на добычу природных полезных ископаемых ввели. Не ввели, а повысили. Перенесли тяжесть налогобложения с экспортной пошлины на налог. Мы так обсудим еще. Ухудшили условия для переработки. Значит, перерабатывать стало не очень выгодно, налоговая нагрузка выросла. Соответственно, цены, так сказать, выше стали. То есть, мы нахтоэкономическое преимущество сами себе как бы угробили, да? Обрезали просто. Ну, да. А для чего? Непонятно. Ну, компрадорское руководство что-то можно сделать. Ну, в чистом виде. Получается, что они работают не на страну. Ну, там не так все как бы однозначно, потому что много есть факторов, которые действуют. Но само решение, конечно, неправильно. Вот, кстати, чуть вернемся назад. В качестве иллюстрации, когда мы говорили про НДПИ, да? Налог на добычу полезных ископаемых для продукции одного лишь предприятия Косвинский камень в Свердловской области после 21 года, когда был введен так называемый рентный коэффициент НДПИ вырос сразу в 3,5 раза. Предприятие занимается добычей золото-платинного концентрата. У добытчиков золота, в общем, там, по-моему, 1% максимум налог. А вот у добытчиков платины НДПИ раньше превышал 6%, а теперь, значит, дошло до 22% от выручки. Им просто теперь нет смысла работать. А там вот золото-платинный концентрат, то есть, как бы с золота, но с некоторыми вкраплениями платины. Ну и все. На этом, в общем, работу можно закрывать. Это вопрос о том, как у нас управляются эти НДПИ. Ну, надо смотреть, кто там за это отвечает. Я не скажу, что правительство вообще неэффективно работает. Есть извинения, которые работают. Ну, вот формальное решение приняла налоговая инспекция вот этой Свердловской области. Сказала, ага, у вас там платина есть, значит, на вас надо как на добытчиков платины обкладывать, а не как добытчиков золота. Ну, почему они так сделали? Тоже объясню. Потому что им поставлено, так сказать, как бы задание, встречный план, встречный план, что нам в стране нужны деньги, мы ведем спецоперацию, нам нужно вот как можно больше налогов собрать. Тогда как надо было делать ровно обратно. Нам нужно поддержать уровень производства и занятости, а не, значит, налоги собирать. Налоги собирать нас с экспортных пошлин. Ну, так сказать, сделаем все ровно обратно. Ну, Россия страна большая, богатая, поэтому переживем и это пережили же. Владимир Владимирович говорит, что все нормально пережили. Действительно пережили, все нормально. Жить можно. Ну, и вот проскочило у нас в этом обсуждении про уран. Вот закупка США, российского урана, в 23-м году увеличилась на 100%. Заодно и российских удобрений в 23-м году США закупили на 127% больше, чем в предыдущем году. Причем уран вот этот вот, он добогащается до оружейного. Это вот мы так воюем с Соединенными Штатами. Точнее, они с нами воюют, а мы им, значит, поставляем сырье для ядерного оружия. И их ядерных подводных лодок и авианосцев, и атомных станций. Ну, уран они так или иначе найдут на мировом рынке. Здесь вопрос цены. Значит, здесь у меня только один вопрос по этой. Я не вижу ничего такого криминального в этих сделках, потому что решение вопроса по Украине можно достичь методами гораздо более простыми, чем запрет поставки урана в Соединенные Штаты. Значит, у меня просто непонятно, а куда они, как они платят эти американцы за удобрения и доллары, куда они деньги платят? А, что? А вот вроде вот Росатому, по-моему, с ним можно. То есть они выставят платы? Да, да, да. Тогда да, бог с ним, только не понятно, что наши с этим долларами делают. Ну, как бы ладно, я не вижу дискриминала, но крайне, там есть другие способы, как все разрешено. Так, ну, хорошо. Ну, это, кстати, говорит о том, что американцы плевать хотели на европейцев. Ну, это было изначально понятно. А, значит, они душат этих европейцев, чтобы те свои выгодные сделки порушили, да? Ну, как Северный поток-2. То есть, ура, можно американцам закупать агаз по Северному потоку-2? Немцам нельзя. Ну, немцам вообще ничего нельзя, даже пикнуть. Это, причем, настолько стало явным в последнее время. Раньше там казалось, что Германия имеет какую-то степень свободы, да? Понятно, что страна, которая была лишена своего государства после поражения в 45-м году и безоговорочной капитуляции, но вроде им дали какую-то там свободу, да, когда вывели советские войска. Оказалось, ничего подобного. Уже в стране был антёж и американский. Да, да, оказалось ничего подобного. Ничего подобного. Ну, мы ошибались просто. Ну, или кто-то ошибался. Кто-то не ошибался. Нет, мы ошибались в том смысле, что, конечно, вот это зримое такое подчинение Германии, но оно не полное подчинение. Они же не знали Северный поток, пришлось взрывать. То есть, тут тоже надо, есть предел этого подчинения. Но, в целом, да, тут последний скандал-то с этой, кто-то Вурсула фон дер Гляйн, да? Фон дер Гляйн, да. Да, такая. Кстати, она очень симпатичная была в молодости девушка. Там у Нима, кстати, набрали про это в руководство в молодости вполне. Это Биброк там. Да, Берброк, да, тоже такая. Значит, симпатичная. Так вот, это Вурсула, значит, отмочила, что типа нельзя допустить, чтобы Россия снова применила ядерное оружие. Ну, не, ну, можно, конечно, лингвистически там как бы доказывать, что она имела в виду другое, не то, что все подумали. Ну, тем не менее, самому инциденту, конечно, показать. То есть, они даже боятся сказать там в Российском Штатах, что они там бомбили японию. А она, может, кстати, не знает. Она знает прекрасно все, и лучше нас с вами. Я сомневаюсь. Я в немцах не сомневаюсь, что там, конечно, там много сейчас оболванных людей, не спорят. Ну, сами по себе немцы очень такие дотошные. Ну, не знаю, вот эта вот фотография, на которой собрались десятки людей, идентифицирующие себя собаками, заставляет сомневаться в их рассудке. Ну, там, чего вы хотите, вон там этих, сколько там уже процентов, которых там не бинарный пол, которые меняют пол, которые детям своим разрешают менять пол. Чего, это гораздо круче собак. Ну, да, собаки хотя бы безопасные. Для окружающих относительно. Кстати, хорошая тема. Значит, вот у нас тоже голову забивали там сто лет тем, что вот там трудящие себя поддержали, там большевиков, там трудящих себя обмануть и расплюнуть как бы при определенных условиях. Это вообще не проблема. Особенно с современными массовыми средствами массовой информации. Ну, конечно, с помощью газеты, значит, в основном дурили. Люди верили в следующее. И агитаторов еще, агитаторы тоже работали хорошо. Агитаторы это все ерунда, там, да, каждый. Агитаторы сами черпали свои, там, эти идеи из газет. Согласен. Значит, так вот, ну и, кстати, большевики же боялись свободных выборов. Они любые выборы проигрывали однозначно в одну калитку. Значит, даже они на пике популярности были, знаете, когда, после Черного Передела и до Борецкого Мира. Ну, или даже какой-то период после Борецкого Мира. То есть, они как бы сделали популярные вещи. Закончили войну, значит, раздали землю. И, ну, я думаю, даже тогда бы они проиграли бы выбор. Ну, что, вычередливо собрание, а еще как бы они только там разворачивались. Ну, они проиграли и с большим треском проиграли. Всего 24%, при том, что у них была власть, которая влияла, конечно, на исход выборов. Ну, весной 2018 года у них был пик популярности. Ну, и то, я думаю, они все равно проиграли. А потом это однозначно, они любые выборы с треском проигрывали. Невзирая, наверное, на всю свою дюмагу. Значит, вот, хороший пример Украины. Как людей там за 30 лет отформатировали. Ну, на базе советской, конечно, украинизации, но все равно. Ну, там угрозировали 70 лет до этого. Да, но не в такой степени. Не так, да, не так. Не так, что ручню резать надо. Такого все-таки не было. Подготовка была базой. Подготавливали, да. Значит, так вот, за 30 лет так отформатировали население на Украине, что, мама дорогая, куда уж там большевиков калмы, в 17-м году. Тебе только мечтать могли о такой эффективности. Но тоже, тоже работали. Поэтому вот эти все идеи, что трудящиеся сделали там революцию, еще там чего-то. Они хотели то, хотели это. Ну, такой бред, как бы. Люди даже не могут взять, открыть, не знаю, интернет, включить телевизор, посмотреть, что сейчас происходит с трудящимися. С трудящимися в голову вбивают, что у их детей, как бы, есть право менять пол, там, да. Что, как бы, вот, значит, все эти, какая-то, повесточка там вся остальная, да. И люди реально верят в это во все. Голосуют. То есть, Германия вот ходят, идут. За зеленых. За зеленых. За зеленых голосуют. И за прочих там таких чудиков. Так что, конечно, народ имеет. Другая крайность. Люди говорят, что народ вообще никакого значения не имеет. Это имеет значение, и настроение имеют значение. Но все-таки не надо, понимаете, здесь золотая середина должна быть. Не надо бросаться в крайность, что все решает трудящийся. Ну, где эти трудящиеся? Нету никого. Значит, Советский Союз, тот же самый, который якобы трудящиеся так любили, значит, раздербандели. Никаких трудящихся на защиту его не вышли. Плевать им не хотим. Сами они первые участия. Коммунисты даже не вышли. Коммунисты и чекисты не вышли. Да. Где чекисты-то? Вооруженный кулак партии, да. Да. Где они были? Куда делили? Делили. Куда делили? Что сейчас нынешние эти леваки сказали? Ничего они не могут сказать. Все вранью, обман народу. Но, с другой стороны, конечно, настроение населения влияет на ситуацию. Вот на Донбассе были люди про за Россию настроены. И там поэтому удержались. Если бы там не было прорусских настроений, украинцы были бы размыть талебы там за, не знаю, за пару недель и все, активистов имею в виду. Ну, а еще там, ну, там, там, опять, настроения были такие серьезные. Во-вторых, там все-таки добровольцы помогли, как бы, Сырюкова помог. И пока там они занимались Харькова-Модесса, и на Донбассе люди успели укрепиться. Поэтому настроение тоже, конечно, имеет значение. Но, как бы, вот и то, и другое надо учитывать. Ну, то есть, сформулировать можно так, что решают элиты, поддерживанные массами. Ну. То есть, элиты сами по себе беззащитны, а массы сами по себе не могут самоорганизоваться. Могут, но очень со скрипом им будут мешать. Они получают возможность что-то от себя сказать, когда есть окно возможностей, как на Донбассе. У них появился там форт, ну, во-первых, появился пример Крыма. Во-вторых, туда хлынул поток добровольцев. В-третьих, у них было время, пока, значит, Мазепы занимались разборками других городов. Значит, в Донбассе вот они устояли. Вот этот организационный период пережили. В Харькове их сразу подавили наших, значит, за один день. А в Донбассе так не получилось. Так. Правительству понравилось вводить ограничения всевозможные, и оно решило ввести временные экспортные пошлины на рыбу, ракообразных, моллюсков, включая трепанга. Ставки экспортных пошлин будут изменяться в зависимости от курса рубля. При курсе 80 рублей за доллар или ниже 0%, при 90 рублей за доллар до 7% эта мера, как указано, признана защитить внутренний рынок. Ну, а вот это вообще можно защитить какая-то странная мера. Почему 80? Почему странно? Она вполне понятна. А это продается, ну, какой-то там, крат, да, или трепанг, на внешнем рынке. Значит, затраты у людей там, они внутренне рубля. В рублях, да. Да. Если они продают, скажем, при курсе 80 рублей, они получают, предположим, за один доллар там 80 рублей. Если они продают при курсе 120 рублей, они получают за тот же самый там, ну, доллар там в виде краба 120 рублей. То есть, они получают фактически вот эту... Сверху прибыль. Ну, да. Поэтому привязали, фактически они привязали экспортные пошлины к доллару. То есть, они их нарисовали в долларах. Не в рублях, как раньше, а в долларах. Ну, то есть, это так, более-менее правильное решение, да? Ну, я не знаю там детали, надо смотреть. Это пусть специалисты говорят. Ну, так выглядит, как правильно. А что на самом деле надо разбирать. Вот, Минфин не успокаивается. Он предлагает в проекте бюджета на следующий год вернуться к параметрам бюджетного правила, исходя из цены на нефть в 60 долларов за баррель. Надо сказать, что сейчас она там где-то под 100, что ли. А бюджетное правило, это я напомню, это обескровливание экономики из-за того, что вот цена на нефть якобы очень высокая. И надо, значит, из экономики деньги изымать и куда-то в кубышку, ну, то есть, в чужие экономики, покупая чужую валюту или что еще, это вкладывать, если я правильно понимаю, так? Ну, раньше было так. Что они сейчас там делают, я не знаю. Бюджетное правило, оно так и есть. Потому что, ну, вот они там, значит, стимулируют там строительство, пятое, десятое. Значит, вот вопрос у меня такой. У нас сейчас реальная проблема, это мигранты, если честно, да, для народа и в том числе для спецопераций. Надо разобраться, вам что нужны показатели на бумаге, какие-то статистические, что вы там такие хорошие, да, значит, ну, показатели, в крайнем случае, можете подделать, да, никто вам за это слово не скажет. Да, все равно экспертов нет, как мы выяснили. Эксперты есть, но они так. Но они молчат. Нет, если даже не про молчат, так никто не услышит. Ну, то есть, их мало, тех, кто будет выступать. Поэтому их никто не услышит. Экспертного сообщества такого, авторитетного нет. Академия наук, ну, тура загнал. То есть, я не пойму одного. Ну, вот, ради чего привлекаются мигранты в странах? Тратятся бюджетные деньги, да? То есть, реально мы тратим кучу. Вот они чего хотят там, вот эти, значит, мне кажется, что мы от привлечения мигрантов несем убытки. Ну, потом, ладно, мы не предположим, мы все-таки получаем прибыль. Да, предположим. Про что я не верю, честно говоря. Но тогда получается. А что вот они делают? Социальную напряженность мы получаем явную. Нет, я про это и говорю. Что мы, предположим, с одной стороны, мы имеем какие-то показатели. Например, строительство. Компании работают, получают там прибыль, получают объемы какие-то, значит, они там осваивают. Ну, все это прекрасно, хорошо, замечательно. Но, на другой стороне, мы получаем проблему политическую, ну, социальную, которая уже давно переросла в политическую. И чем дальше, тем хуже будет. И которая может в любой момент перерасти в террористическую. Потому что кто гарантирует, что этого не будет? Есть такие люди, которые гарантируют голову? Понимаете, даже Чубаса, когда не выдавал гарантию, Руслан, он же не говорил, что, значит, я гарантирую вам своей головой, что будет прибыль. Ну, такого не говорил, я не помню такого. Значит, он говорил, что, да, все будет нормально, все разрулим. Он разрулил, да, тут я прочитал, значит, результаты деятельности Чубаса. Да, я даже выписал. Выписал. Получил 2 миллиарда рублей за период, значит, командования Руслана. Убыток составил что-то так. 123 миллиарда. В том числе, в 20-м году 53 миллиарда убыток. Да, ну, тут есть два варианта. Первый вариант, что если бы ему дали меньше денег, он бы еще больше убытков принес. Значит, второй вариант, что это от него откупились, как бы, типа, да, так сказать, подавись, как бы, ну, хуже не делай, пожалуйста. Второй вариант, что если бы ему, значит, дали больше денег, там, скажем, 4 миллиарда, он мог бы сократить убытки, предположим, да, там, 60 миллиардов. Ну, в любом случае, убытки огромные. Ладно, убытки, а результат-то какой полезный, полезный выхлоп. Ну, что-то там сделали, я не скажу, что вообще ничего не было. Что-то было, ну, конечно, овчинка выделки не стоит. Такая промышленность как не была, так и нет. Потому что и с мигрантами то же самое. Ну, вот у вас будут объемы, вы там построите какое-то количество жилея, которое нормально путем вы все равно не распродадите. Нет этого спроса. 70% не распроданно, говорят. Нет, не то, что это стимулируется распродажа через ипотеку, там, на прочее стимулируется. А получается сейчас у получателей ипотеки те же самые мигранты, да? То есть, они дают деньги мигрантам, чтобы мигранты строили жилье в России и перевозили сюда свои семьи. Фактически замещение населения или переселение народа. Зачем вы это делаете? Чисто экономически вы должны сократить строительство, значит, не тратить деньги с бюджета ни на строительство. Не на, значит, социальную помощь, там, эти услуги мигрантам, которые вы оказываете. Потому что они же оказываются, они перетаскивают семьи, натурализуются здесь, получают гражданство, получают все социальные люди. Даже еще до получения гражданства. Все равно школы, больницы, все это же. Да, и про ипотеку после, насколько я понимаю, получают. Дороги. А все остальное долго. Инфраструктура вся как-то. Да, зачем это делается? Можешь кто-нибудь объяснить? Опять тишина, опять бы все. Значит, все хорошо, прекрасная маркиза. Все отлично, здорово. Прямо отлично. Мы там больше сдали жилья. Значит, зачем нам это жилье? Чтобы поселить мигрантов. Ну, дуром, отлично, прекрасно. Причем все жилье, оно представляет из себя вот эти вот бетонные человейники, которые, кстати, в Европе быстро запретили строить, потому что в них люди не размножаются, не выживают, и население очень быстро сокращается. И вот вчера у нас великова или позавчера... Попаниваем сюда бедных несчастных таджиков и узбеков, чтобы они расселяемых в этих муравейниках, чтобы они не сократились. Ну, ладно, там таджиков, ладно, а свои-то, а свои-то, а свои-то, а свои-то. Вот позавчера Голикова заявила, позавчера, по-моему, да, о том, что у нас количество людей, мужчин от 30 до 40, по-моему, лет, упало на 30%. На 30%, представляете, вот треть выморили. Там немножко другое, там что-то другое имело в виду, потому что никакого там уменьшения количества там не было, просто какую-то категорию там нам имело в виду. Нет, именно мужчин, по-моему, от 30 до 40 лет. А там не выморел никто, это просто на смену, то есть люди постарели, как бы, у них было 35 лет, прошло 10 лет, ему стало 45, он выпал за эту категорию. А на его место пришли новые, которым было 20 лет, стало 30, он попал в эту категорию, но их гораздо меньше, потому что рождались 19 лет. Да, 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 именно так. Это понятная ситуация, демографическая, опять же, катастрофа, которая, но еще этим любимым коммунистами Сталином была заложена, фактически, для русских, не для других. Для Средней Азии там у него все хорошо было, при Сталине. Для русских была создана такая ситуация, катастрофа, выбито целое поколение насчет им, соответственно, вот эти были волны, потом более-менее как-то так это все устаканилось, опять-таки советская политика абортов, в целом алкоголизм это все подрывало, да, русское население. Значит, где-то к перестройке там более-менее как-то так вот подравнялось, но тоже не сильно на низком таком уровне. А в 90-е новую, да, экономический кризис, неурядницы, психологический шок, так сказать. Перестройка экономики, да. Да, это все привело, опять-таки, к перемещению, потому что люди там вынуждены были из тех же республик бежать. Ну и в принципе из страны очень много людей, и вы просто уехали. Активная часть активного населения просто уехала, значит, из страны. Я вот рассказывал, значит, что у нас 3 группы уехали. Вот это все, значит, столетия советского и постсоветского, значит, сумасшедшего дома в плане демографии. Да, ну это... Да и все это усугубляем еще. Демография это очень-очень медленные процессы. Да, средства, которые мы выделяем в демографии, уходят мигрантам. Ну это нормально вообще люди делают. Не, а потом, кстати, да, мы, по-моему, обсуждали, как они... У них была хорошая программа правительства, предыдущего, кстати, медведевского. Значит, они стали финансировать по науке рождение второго ребенка. Я не беру социальные выплаты. Социальные выплаты, положенные всем на каждого ребенка, нужно что-то давать. Но есть... Мне дали 4 тысячи рублей. Я как сейчас помню. Вопрос, сколько, чего? Значит, выплаты детям, там, семьям, они делятся на две группы. Первая группа – это социальные. Мы им просто помогаем выжить. Детям там сколько, примерно, 20 детей и один ребенок. Все равно надо, чтобы он как-то выжил, да, и там получил образование, и там сохранил здоровье. Это социальная поддержка, это нормально. Есть отдельная часть денег, которые государство говорит, слушайте, ну, мы социально вот даем вам всем чего-то, но мы хотим повысить рождаемость. А это можно сделать наиболее эффективно, только если давать деньги на рождение второго ребенка. Ни третьего, ни четвертого, ни первого. Вот именно второго, так говорит наука. Так говорил Заратус. И вот они так сделали. И действительно рождаемость повысится. Прошло несколько лет. Видимо, кто-то там в Кремле или в правительстве сказал, слушайте, а что это мы делаем вообще? Смотрим, у русских там рождаемость повысилось. Нехорошо, непорядок, непорядок. Значит, давайте размоем, размоем, значит, этого второго ребенка, пособие на второго ребенка. И они как сделали? Они, значит, что-то там 500 чем-то тысяч, не помню, сколько там они дают, значит, на первую основную часть денег. То есть, они перенесли, значит, упор, акцент сделали на первого ребенка. А первого и так рожали без их пособий. Для этого это не демографическое получилось пособие, а социальное. То есть, оно не повышает рождение. То есть, мерю, которую надо. Значит, они перенесли, значит, акцент сделали на первого ребенка. А ко второму они сделали добавку, там, по-моему, 160 тысяч. То есть, на первого, ну, я грубо говоря, значит, не точно. Ну, примерно так. 500 тысяч на первого. Если второй ребенок, то дают еще 160 тысяч, если ты получил уже на первого. То есть, получается, второго смысла особого нет. Рождать. А его именно и надо стимулировать. Потому что второй ребенок обычно откладывают с его рождением по экономическим причинам. И чтобы поддержать семью, значит, нормальные люди в нормальных странах, они финансируют второго ребенка. Не первого. А первого финансируют по другим статьям, там, по социальным. То есть, и действительно рождаемость упала. Почему? Да потому что вы сами угробили, собственно, эту меру. Вы даете деньги на повышение рождаемости, а они работают хуже, чем раньше. Потому что вы сами специально этот механизм ухудшили. Для чего сделаем? Чтобы снизить рождаемость. То есть, они вроде бы повышают, но как только начало реально повышать, тут же откатили назад. Стали повышать меньше, чем... Сами же повышали недавно еще, да? Все под благими предлогами, да. Все под благими предлогами, цель которых... Так как у нас собаками бездомными не могут разобраться в Госдуме, то там примут любое повышение, понижение, замещение, перемещение. Что хотите, предлагайте, Дума все примет. Если надо, за один день. Да. Голосовальная машина отложена. Ну, там люди, я так понимаю, не читают эти законы. Они им и не нужны. Ну, есть люди, конечно, есть там грамотные люди, авторитетные, уважаемые, но их там особо не служат. И, к сожалению, все это прокатывает всяких проблем. Чего раньше не было. Такого бардака, как сейчас. В Думе никогда не было. Ну да. Парламент стал в буквальном смысле не местом для дискуссий. Ну да, там вообще непонятно, что они там делают. Это парламент можно заменить пятью человеками от каждой партии фракции. По одному человеку выделить и все. Ну, поскольку одна фракция полностью доминирует, то можно одну. Они все равно будут голосовать. Если там даже будет по одному голосу у каждой фракции. Вот единая Россия, один голос, один голос коммунистов, один ЛДПР, справедливая Россия, новые люди. Каждому по одному голосу. И что, вы думаете, что-то изменится-то? Ну, четыре к одному всегда будет. Они там всегда будут пять-ноль. Если это надо кому-то. Коммунисты будут голосовать так, как им скажут. Иначе их там вообще ни одного не будет. Точно. Вторую мировую пережили. До сих пор демографические эти ямы ощущаем. Не вторая мировая. Во Второй мировой люди тоже не понимают масштаб такого ужаса, который был тогда. Ну, с одной стороны ужаса, с другой стороны люди жили там сюда. Там в тылу жили, как примерно сейчас живут. Ходили в кино там, значит. На танцы. Коммунистность была довольно высокая. Ну, смертность была повыска, потому что есть было ничего. Ну, потом в основном продали беженцы. Перемещенные лица. Или те, которые, значит, сами убежали. Или которых там правительство перемещало. Ну, какой-то, сейчас скандал вокруг чеченцев, которых там выселяли. Ну, конечно, когда их выселяли, там понятно, что их там везли там, не знаю сколько там, неделю, там две-три. И в пути там, как говорится, кормить никто не обещал, да? Там, естественно, резко выросла смертность. Понятно, что часть тех, кого выселяли, погибло просто. Потом они приехали там в голое поле, говорит, давай тут живи. Там, стройте себе дома, там, будьте жить. Ну, как обычно, все это делают у нас. Поэтому для обычной беженцы, вот они приехали, а их никто не ждал, там, пока они там обустроятся, да, там, часть по морюкам. Вот, то есть, и вообще есть было нечем. Там, делал до людоедства, выходил в советском, то он не то, что там, в Ленинграде, или там, на оккупированную. А на оккупированную территорию, кстати, было с едой лучше, чем в советском, потому что немцы брали с колхоза меньше, чем в советской власти. Так что, да, была сверхсмертность в советском. Ну, и у немцев тоже была сверхсмертность, там же боевые действия совершили, там, и всякие антипартизанские действия, и какие-то там, ну, евреев, там просто разные люди. То есть, там, в принципе, тоже народ погибло много. Ну, она была и в советском, то это сверхсмертность. Но основные потери были все равно на фронте. На фронте, где погибали как раз эти мужики, молодые люди. И там каждый день, не считая умерших в плену, еще в плену там умирали наши. Но вот каждый день на самом фронте, каждый день, все четыре года погибало 7-8 тысяч человек. Каждый день. Ну, прикиньте, что это было. Да. Жуть. Вот по результатам всей этой деятельности экономической в России в два раза вырос спрос на ремонт крупной бытовой техники. По данным Авито, спрос на ремонт плит залетел на 299%, холодильников на 81%, стиральных машин на 35%. По данным сервиса, в 23-м году за ремонтом обращался каждый второй россиянин. Аналитики пытаются это объяснить тем, что россияне вот так прикипели к вот этим ценным брендам хорошим, которые уж покинули Россию, что вот они до последнего упираются и вот ремонтируют их, чтобы сохранить себе какой-нибудь там Филипс или я не знаю что. Но я считаю, что просто россияне настолько обеднели, что им приходится ремонтировать старую технику, которую они раньше просто выкидывали и новую покупать. Здесь и то, и другое правда, но еще есть третий фактор. В военной ситуации люди склонны экономить. Психологический фактор. Да, психологический экономить. Это касается не только насчет России, в Европе тоже самое происходит. Ситуация экономического кризиса, он пока еще как бы такой. Частично только. Ну, он реальный, ну, частично реальный, частично виртуальный. Ну, они так и непонятки пошли. В Европе даже. Не то, что у нас. И люди, конечно, в этой ситуации склонны к экономии. Да. Теперь вот мы говорили с вами по поводу инфляции, по поводу того, что она, в общем, не несет монетарный характер. То есть, это не из-за того, что деньги там печатаются в необразивом количестве. Вот классически она у нас просто повышается фактически административно. 1 июля 2024 года будет произведена очередная индексация платежа граждан за коммунальные услуги. Обещают, что ее размер этой индексации не превысит 9,8%. На самом деле, вот что за такой налог в пользу частных лиц, эти коммунальные услуги, я с трудом представляю. Потому что основной расход там это вовсе не вода и даже часто не электричество, а какие-то непонятные обслуживания, мифический капитальный ремонт, какие-то такие вот вещи. А вывоз мусора теперь еще прибавился какой-то совершенно, который превышает реальные затраты на вывоз мусора раз в 20, если не больше, мы тут считали как-то. Ну, там, конечно, надо считать, там реально все-таки там затраты большие достаточно в ЖКХ. Ну, во-первых, почему на 9%, у нас инфляция вроде меньше, они должны были на уровне инфляции поднять. 9,8, 10%. Да, у нас сколько инфляции кто-нибудь может сказать? Если по ЖКХ такой рост. Да, официально 4, а по ЖКХ поднимают на 10. Что тут вы говорите? По идее, смотрите, вот у нас газ девать некуда. Ну, как бы, Европа отказывается от нашего... А между нами у нас и электричество девать некуда. Зачем ты его всяк? Девать не девать некуда и газ, и электричество. То есть, по идее, цены должны снижаться. Ну, не снижаться, в смысле, не так уж сильно расти. Откуда такой рост 10% на ЖКХ? Если речь о ремонтах, ну, надо смотреть, насколько... Ну, например, в Москве, очевидно, ремонтов производится больше, чем нам. Ну, просто больше. Благоустройство там, да, ненубленное, скажем. Оно, может, хорошее само по себе, но не для военного времени. И не с помощью мигрантов. Понимаете? Тут надо как бы выбирать, вы что хотите вообще, в окончании получить. Значит, ну, как-то у нас все по накатанной идет, никому ничего не надо. Значит, все как бы по инерции там что-то делают, докладывают. Все у нас отлично. Прямо от успеха к успеху. Значит, прямо вот все здорово. Возвращаясь к чеченцам, они чеченцы только иногда, когда говорят, слушайте, тут у нас вот есть проблема. Все остальные молчат, боятся слово сказать. Значит, они вот с этим учебником-то, как Мединского, как бы... Ну, я посмотрел, там к одной фразе, в принципе, можно придраться. Вот потаяли на место, и говорят. Они же все везде кричали, что у нас отличное учебник. А нам говорят, а что у вас отличного? А вот у нас тут неправильно написано. Прочеченцы. То есть, человек, теперь как бы... А это не мы. Я не читал эту страницу, ничего не знаю. Я не видел ее. А как бы ты не видел, когда это твой учебник, как бы... Как ты ее не видел? Ну, издевательство вообще. То есть, видите, как бы... Жизнь, она все равно пробивается. Поэтому можно долго говорить, что все прекрасно, но реально все не совсем так. Ну, с другой стороны, не надо впадать в паникерство и говорить, что все пропало. Но Россия мощная держава. Даже пусть она управляется не всегда... Качество управления только низкое, да. Да, не всегда грамотно. Ну, в целом, переживем, и это как говорится. Ну, вот еще. С 1 декабря в России на 10,75% повысятся тарифы на грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки. А в 25-26 году повышение заставит больше 7%. Ну, надо смотреть. Они раз в год повышают или какой-то там разбег другой. Ну, я смотрю, что каждый год. Ну, если каждый год, опять-таки вопрос, откуда такие затраты? Ну, просто затрат получается у них 10%. Если у нас инфляция 4%, а на энергоносители вообще должны быть как бы... Абсолютно непонятно. То есть, каждая монополия просто монопольно повышает цены, а потом... Это не монополия повышает. Это правительство повышает. Ну, монопольные цены у нас регулируются правительством. Но с подачей тех же монополий. Ну, а какие проблемы с чьей подачей там решают? Мы спрашиваем с правительством. Монополия что? Любой коммерческий объект, он хочет максимизировать прибыль, правильно? Ну, так, чтобы потребители не поумирали в результате. Нет, ну, монопольные цены, как известно, ограничиваются только платежеспособным спросом. Нет, они заинтересованы, что потребитель все-таки там существовал как-то. Поэтому они себя держат в руках. Ну, вообще так, по-хорошему. Чем больше, тем лучше. Чем больше они заработают, тем и лучше. И это все должно балансировать правительство. Иначе зачем вам нужно? Ну, и наконец, под конец, не знаю, будем считать это хорошей новостью. Хотя она скользкая. Плата за проезд с помощью биометрии в московском метро, а также за товары и услуги в онлайн и оффлайн магазинах станет доступной широкому кругу граждан России с 1 декабря. Россияне смогут воспользоваться таким способом оплаты, если их слепки лица и голоса находятся в единой биометрической системе. Ну, вот как вам такой прогресс? Ну, я не сторонник такого прогресса. По двум причинам. А вот, понимаете, извините, а зачем? Зачем платить в метро по биометрии? Объясните мне, пожалуйста. Я не понимаю, зачем это нам? Товарищ Шваб прикасал, очевидно. Ну, кто-то кому-то приказал. Рептилоиды, инопланетяне. Не знаю, кто там приказал, но, видимо, кто-то приказал. Потому что непонятный смысл этого стремления все обеспечить платежи по биометрии. Зато понятно то, что биометрия будет собрана. И она тут же утечет. На запад-то, если... Можно дать только одну гарантию, что все эти данные будут украдены. Это 100%. А тут трудно спорить. Ну, и зачем это надо? Зачем тратить деньги на все это? Ну, на этом мы на сегодня завершим. Спасибо, Евгений Владимирович, огромное за ваше участие. Всем зрителям спасибо за... И слушателям, да, кто слушает аудиоверсию. Спасибо за то, что послушали или посмотрели. До новых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин